Это состояние очень вызывается большую энергию, большим напряжением, особенно боль в позвоночнике идёт, и слух о потере при этих опытах, потере зрения, резкая потеря даже в другой раз. Кто-то из учёных видит, что передвигается предмет, а я даже не вижу этого. Вот настолько сильные изменения в организме происходят. Я не могу вам никакой природы объяснить. Природы явлений должны объяснять учёные, но не я. До сих пор окончательной ясности в механизме телекинеза, такого объяснения, основанного на процессах физических, до сих пор, в сущности, ещё не сделано. Хотя открыто удивительное явление, которое происходит во время этого опыта. Было открыто образование щелчков. Эти щелчки просто были слышны. И вот решили применить микрофоны. И действительно обнаружились такие щелчки на манер пулемётных, только беспорядочной такой пулемётной очереди. Когда она напрягалась, то можно было эти щелчки регистрировать. Визуально, поскольку с микрофона можно было подать на электронно-лучевой осциллограф, на этом осциллографе на экране видели, как эти щелчки идут один за другим импульсом. Это самый первый опыт, который позволил установить контакт с физикой этого любопытного явления телекинетического.